добрый вечер дорогие друзья с вами телепрограмма и о рыбалке и сегодня мы с вами ловим селедку да нормально начало мне кажется всем привет я на самом деле уже чуть половил селедку шоссе и построились еще прям чуточек и в принципе неплохое место нашел сейчас держи она селедка черноморская пока сейчас чуть музыку тише сделаю 4 фигачит вот так под более ламповыми кажется вот нашел местечко короче селедочка сейчас мы пойдем дальше дальше ловить 29 хвостов я уже поймал один один день я уже здесь просидел идет неплохо кстати говоря кто обратил внимание если кто-то обращает внимание на такие мелочи где она сам большая 585 грамм просто просто титановая селедка попалась мы попробуем ее дальше разловить но жаль опять же увы и ах я опять зашел в ночь поэтому с два раза брошу в ночную потом есть у меня идея там берш еще берется причем неплохо берется может он в ночную захочет клюнуть есть одна идея под сборку люди просто ходил здесь искал хотим искал черт чё же чё же клюнет и нашел чисто случайно эту точку вот так я сделаю это что-то в подуст трофейный зашел искал именно на веке потому что это это надо разнообразие какого-то мне так захотелось и тем более катушка сейчас в ремонте у морская я имею ввиду катушка в ремонте поэтому я решил что сегодня донец прям самое что ни на есть 25 а где ж я бросал то еще дальше что ли да получается еще дальше я чё прям сам конец локации что выходил где-то в районе наверно 150 25 150 блин плохо видно застрял от 5 ладно пока я застрялся вторую подберу себе мы будем в ночь бросать на джиг так тест у меня 17 половиной значит мы поставим что-нибудь не очень большое я думаю десятку средний 6 и будем перебирать вот эти люнсы или линзы как правильно называть вот эти вот мне нравятся значит с них и начнем так меня отстакала уже не да кажется это то место я вот ориентируюсь по этим кустам и по этой коряги я думаю здесь сейчас бросим четче я застрял ты тем привет 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 сережек привет утопия уже пора фиксировать overwatch в четверг или еще рано мне кажется пора фиксировать я не знаю когда я поиграл я не знаю когда я поиграю добрый вечер добрый вечер короче сейчас здесь джигом пройдемся посмотрим утопия это ты прям знаю давайте договоримся с линкой когда когда она будет чтобы я сразу в овер зашел так других слов нет что опять случилось сергей что опять случилось что опять стряслось сейчас я тут ждите я так сказать начинающий стримлер точнее совсем не стримлер все кажется все по фэн-шу 2352 сейчас конечно клевать ничего на веке не будет сейчас мы джигом пройдемся здесь мне прям интересно ночью потому что утром утром днем и вечером неплохо идет селедка неплохо но только что показывал вам садок прямо очень хорошо кстати идет причем я отметил для себя что когда температура днем 26 то в принципе проводку можно ставить аж прям по верхней плоскости воды то есть она прям идет верхней толще назовем так но все-таки у нас есть с вами симулятор правильно значит будем симулировать давайте джиг попробуем чё за аншлаг сын подождите я уберу сейчас мы поджигуем пожалуй я вот просто понять не могу я что-то стал не там где моя координата с 25 у меня было 25 150 я стоял это конечно сильно не роли а ну правильно вот здесь я где-то дерево обычно прислонялся потом отсюда сместился все все окей давайте поджигуем немного сначала небольшой скоростью так по берегу реки там столько рыбаков сидит уже подходил к мосту а там мужик сазана на кг 3 4 5 достал я в печали надо было порадоваться за дядьку надо радоваться я сам если честно хотел бы на этих выходных тоже вырваться мужики но минус 15 минус 10 не дает этого не по просто не дает от слова совсем я тоже хочу вот блин я только сегодня сегодня гуляли и я тоже ну короче весь вечер что я хочу я хочу на водоем ну я на следующих входных уеду за город у меня есть там одно местечко она такое ну там бурная вода там хорошее течение ну опять же там бурное течение было на половоде что там сейчас происходит я не знаю поэтому у меня все-таки надежда что в той части рузы там река руза просто протекает не стоит лед тогда у меня есть возможность что-то побросать с учетом того что скорее всего скорее всего бурное течение там было и связано но было с половодием то ну вряд ли вряд ли у меня плюс 20 везет тебя блин глупо у меня плюс 20 ну ничего осталось потерпеть совсем немножко получается март ну конец марта наверное начало апреля так джиганту печалька пока давайте посмотрим вот этот экземплярчик главное на берег на тот не закинуть я буду блокировать проброс не напомнили атакуAKE джек посмотрим кто ну по крайней мере так ночью можно время скоротать да ты что-то говорите мне не перестает меня удивлять эта игра не понятно что я ночная рыба ну блин но не magic хотя о чем я говорю я на кури трофейного поймал на блесну колебал причем там скорость какая-то была космическая это был просто самый-самый активный ясис из всех которого я поймал на горе он видимо был он был видимо очень голоден как раз 3k с собой было собранная . 12 собранная донка 15 хотя частности нет а вот их с собой видимо нельзя типа я понял ладно сейчас ночь помучаемся здесь и днем днем будем селедку таскать в принципе один день то что я здесь посидел . не должна сдохнуть должна работать ну ладно сейчас сама не зацепить все это будет конечно весело надо будет тогда быстро перезайти и не мучиться а там рыболов на другой стороне был ну слушай ну не такой же степени не до такой же степени надо иметь силу воли так давайте поставим теперь вот что то вот это пока если я просто шифтом брошу я переброшу ее нет они вообще шикарно прям под куст кстати туда я прям бросаю и там нормально селедочка заходит блин большая сегодня была такая шикарная сейчас я думаю мы вытащим с вами трофейную селедку и сейчас клев продолжится утром то вода трофея вообще недалеко думаю более чем потом не знаю куда пойдем но здесь здесь я думаю максимум максимум световой день то есть надо как сейчас домучить эту ночь несчастную красноперка здесь тоже заходит в принципе посадку можно посмотреть сейчас я проводку закончу я вам быстренько покажу 30 хвостиков ну понятно здесь место не для того что бабки фармить чтобы было понимание всех профселедку на вертушку вытащил ну слушай у меня тоже была попытка на черную крафтовую вращалку я как-то здесь посиживал но это было давно и причем на яме которая семь с половиной метров что ли она на а 7 и 3 вот здесь я бросал и нападение заходила вообще все подряд чихонь заходила селедка заходила окунь солнечный ну то есть как какой-то прям конкретной рыбы не было дача джек короче сворачиваем принципе с трех часов ночи начнем сейчас прокидывать обкидывать места вот если видно вот там два куста вот вот я примут к конечкам удилища показывают этот и вот этот с корягой вот этот диапазон просто шикарен его откидываешь и есть шанс много конечно незачетных много незачетных но меня больше всего порадовало что был один экземпляр чек еще раз покажу тише где 585 грамм вот этот вот он меня смутил потом вот это вот вперемешку все было я специально ничего не удалял и увидите да по времени лова то есть я давно здесь сидел где-то часа полтора даже два назад не сказать что тут прям фарм-фарм йоту нет удаляюсь совсем уж говорить откровенно так до 5002 да все 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 по уму и на 15 скорости с остановочками берите себя на вооружение если хотите ну опять сейчас посмотрим как второй день смотрим не факт что будет то же самое что в первый день да да кинчо я сплавом ходил на хорнет для того чтобы ходить сплавом надо железные яйца иметь точнее нервы перепутал опять перепутал одно с другим чихонишь и мая тарани новогодняя леска это вообще что смысле что вот это что ли но это вот подарили когда когда эти были конкурс пост за за какой-то этот музыка квест да я оставил все это распаковывать не хочется красиво все-таки тот старался запаковывал что-то там по и лозил мне не очень понравилось но я пока не ловил такую рыбу которую бы я хотел превратить чучело и давать такие один раз вообще в доме был на комаре что-то там по и лозил мне не очень понравилось сегодня красноперка здесь сошла такая прям жирненькая всего наверное две штуки здесь клюнуло нотки и прям хорошие хорошие так 340 дождик слушайте все все говорит о том что сегодня что-то будет что сегодня будет здесь трофеечек вообще донец недооцененный водоем если честно если захочешь на донце половить ты весь рарвики перерываешь и никто тебе не напишет где кто тогда как правило на ррвики все очень такое попсовенькое лежит там где хоть какой-то фарм как донец открыл я чисто сплавом ходил 12 часов в день это сильно это сильно так ну пока пусто пока пусто бирж кстати заходит здесь я уже говорил 33 хвоста что ли биржа было но это скорее такие рандомные поклевки ничем системы леска шнур или флюр леска леска это это 33 упаковки 33 маленькие бобины лески причем на 100 метров на столбой то есть не очень ценно и так если на мах поставить например или на баллон как вариант я пробовал однажды сплавом ловить такой себе сейчас мне больше нравилось на тунгуски на нижней тунгуски кататься в троллинге на легкие вертушки когда ну когда это работало как-то это было лайфхаком своего рода и так как раз ассоции я хватит кормит на море хорошо зарабатывать но она надоедает быстро но она и чисто визуально не такое как водоемы обычные старые водоемы здесь все-таки прикольно здесь какой-то антураж есть ну опять же по моему сугубо личному мнению мне даже поприкольнее сидеть вот так с небольшим уловом чем дергать пилькер ну опять же алчность берет свое так ну все начинается клев да кто там у нас первый без 15 5 лев запустился у нас и это конечно селедка на 117 на 177 грамм неплохая значит пока работает пока работает . мне самому море надоедает быстро то есть мы тогда с вами посидели половили больших рыб палтуса там меча ну игра соблаговолила дала большую рыбу я просто взял благополучно отдал все в ремонт и все и меня пока не тянет не но я захотел конечно 41 банки там с легким легким пилькером проходился в надежде что я что-то пофармлю но как-то после после того раза подобрезала я бы так сказал что то что то случилось так и есть еще одна доночки поставь пипсузи мелочи не они от тонки будут меня отвлекать я не хочу я пришел за конкретной рыбочкой поэтому я не буду отлавливать вот еще одна двести сорок три грамма лучше лучше навозник в образе ты знаешь я как-то раньше практиковал это но у меня есть стойкое ощущение того что у тебя клев режется ну то есть игра определяет что у тебя там стоит несколько снастей разного типа и это опять же мое сугубо личное мнение прям чаким скажу чак что снастذ у меня как-то где-то не принципи перебирал для себя есть остальное что вытяжки человек вообще здесь рекомендуют ставить средний 6, средний 8 но я поставил средний 10 с огрузкой 2,5 грамма, ну с учетом того что я ловлю на ультралайт, а у меня предельный тест 5 грамм, 2,5 это вот прям то что мне нужно 23,151 координаты вот я прям в самом конце локации то есть вот отсюда вот так побежали и все показал карту показал что-то мне подсказывает, что там пару дней здесь и есть возможность что-то поймать трофей, наверное, ну отусты здесь заходили причем здесь на точке нет никого, 5 человек стоит ну у меня ультика нет, почему будем ловить на лайт ну тебе тогда надо огрузку выбирать такую чтобы, ну подальше к тем кустам закидывать чтобы была возможность что-то я уже мог на самом деле немножко утомить эту точку своим присутствием здесь поэтому а нет, смотри, еще есть не часто, но есть так, давай кто там? кто там? отлично 185 грамм ну смотрите, три хвоста три зачетных в пределах 200 грамм нравится нравится прям хорошо и прям сразу нападение кто-то взял прекрасно погода шепчет, да? погода располагается сколько там градусов? практически 12 градусов нормально то есть она на поверхность не поднимается и на дно не ложится где-то в толще тусит так, так, так а, ну понятно кто это я понял кто нападение взял это восхитная хищная рыба плотва да 490 грамм я хочу в рерку и на болото на венке как на мелком уровне таскать красей при этом дров и мелких а че мешает то? че мешает иди ммм? а то дров и у в в в в в в в а в в в не стример какой-то случайно вазе на 05 знакомый ник просто знакомый стример есть и то ли вайзен то ли не вайзен может совпадение о ком словом я чё-то не помню что рассказывал что компьютер сломался я помню у жеки монитор сгорел остальном не помню да интенсивность конечно сегодня такая себе ну как сегодня вот сейчас на вторые сутки на игровые так она подутихла но если будут тут такие зачеты попадаться без мелочи тоже неплохо потому что шансы тогда большие на маленькой выборке ну это мое сугубо личное мнение еще игра конечно может по-своему распорядиться а вы сегодня заценили да я сегодня 13 килограмм просто ой килограмм 13 13 километров отпахал как как батя я просто решил что пора пора физически надо на мониторе где-то там немножко успеха продаваться с регионом по телефону ну хоть сгорел и я продал чуть-чуть чтобы есть такая ситуация и не очень быстрее и не очень сильно и не очень просто мост я ждал и если вы когда-нибудь задумает в сочности как-то дышать вот сильно дышать ну что я надо сочности запланировать но и дышать может быть нужно позиция или в утром сон и в сочности среди полоски и разù ские правы не кроме того что я проголоски но мы мы там не увидели вот как она здесь по 14 килограмм наел иметь надо надо скинуть надо скинуть килограмм 14 вообще жизнь вот поэтому я сейчас немножко немножко на спорте буду ну как немножко нам постараюсь по крайней мере ну без фанатизма опять же сколько 114 килограмм совершил 114 один прикинь то есть я просто супер тяж если можно так выразиться просто супер тяж 114 это дохера для моего роста это очень много мне бы 90 весить был бы здорово я я был бы как кипарис так 113 грамм а вот когда 114 тоже многовато принципе пуза нету ну как бы вроде и задница не свисает но как это мобильность мобильность снижается я в конце ноября весил 70 кг плюс сейчас вижу 57 красавчик я не знаю сейчас загадывать не буду даже если я по руки кг скину сейчас за за пару месяцев это будет уже победа это просто зимний зимний жирочек просто я набрал всего эти новогодние праздники так еще одна рыбеха нормально нормально идет прям хорошо 6 хвостов еще 165 все зачетные мужики все зачетные вот это я сегодня корень конечно поэкспериментировал здесь походил не зря ходил кстати не зря ходил может даже трав сейчас залетит маловероятно конечно но все же причем проводка я бы не сказал что сильно медленная 15 скорость это мне кажется для ловли навыки это даже много я рассказывал о своих путешествиях пока болел не не рассказывал что вы что это там были были за путешествием и вообще я говорю что болел я не помню мне кажется нет ну может и как-то между слов сказал но акцента на это не делал то есть не акцентировал на это внимание да мы все болели вот зимой я болел тем более эта зима какая-то прям совсем болючая оказалась что много много кто болел и болели какой-то каким-то говном если честно я бы еще понял просто обычная простуда я болел как у каким-то я не знаю непонятным вирусом я месяц кашлял причем температуры практически не было а кашель такой ужаснейший был так есть кто-то прям возле берега взялся а ну понятно кто под 26 грамм к этому кустику бросил видите да я череду это к этому кусту кто к этому кусту так это воспалились лимфоузлы так есть поклёвка есть поклёвка господа есть поклёвка сегодня на твиче наткнулся на мужика который сидел играл в игровые автоматы вы видели да в телеге скидывал так это я возьму для представления потом общего сколько нам удалось здесь собрать вак сидит крутит казиноч и параллельно у него стоит плашка зрители тоже могут крутить этот тот реально кают так смешно было из я случайно нео нарвался я просто угарнул прикольный чувак причем когда я зашел к нему на стрим у него микрофон был выключен и он тут с кем-то видимо говорил и продолжал крутить все просто просто чемпион крутки это ну это вообще топ причем 28 что ли у него зритель ну то есть какой-то такой тоже тоже это медиамалек как утопия скажет но такой он лудоманистый медиамалек человек и человек который человек который крутит есть женщина которая поет а есть человек который крутит так плотва обыкновенная 69 грамм и и пожалуй выбросим обратно пусть растет дальше пусть дальше растет причем селедку ловят обычно на этого как шива зовут на личинку короеда вроде то есть рекордов селедка на личинку короеда а я ловлю навыки я пытаюсь сломать систему я поймаю навыки пусть это будет маленькой моей победы 83 грамма тоже берем берем потом пожарим или высушим так короче воспалить слив узлы и что ты как-то на а ух ты нифига себе ты как много написал нефига ты как-то умудрился то это вирусняк что ли какое-то или ты простыл как-то жестко по идее вирусняк вот так вот кстати бершик 2 1 я вам говорил что здесь берши берут нифига жестко жестко ланды главный не расстраивайся людей людей с подросткового возраста столько болячек и живут как-то все не живут не парятся вылечишься и все это те врачи сейчас говорят что это будет хроническое хронической болезни она может быть хронической но настолько хронической что ты даже про нее забудешь через пару лет такое тоже бывает ну опять же при правильном образе жизни сильно так сказать не при переохлаждаясь и не более чем с тяжелым я думаю ты про это даже не вспомнишь поэтому сейчас не заморачивайся этим простым бывает те по-разному остывает все по-разному болеют понятно что болеть плохо цены я тут это идя подряд сдавал кровь все будет хорошо сереж не не переживай все будет все больше зашибись организм молодой сильный сейчас восстановишься все все за заживет все поправится раз у меня брали не шприцом они вакуумной иглой шприцом берут кровь сейчас так 174 грамма короче разошлась селедка одна за другой идет пока одна за другой так опять нападение она это видимо плотвиться слушайте вот это идеальная погода мне кажется потому что предыдущий день когда я здесь сидел здесь погода была такая прям очень жаркая ну свойственная для донца где-то 28-29 градусов было пришлось такую проводку более агрессивную делать а сейчас мне прям нравится то что происходит 76 нормально 13 хвостов мы за утро на бомбили причем очень много зачетной селедки очень много зачетной селедки нормально посмотрим не те шрам какие ужасы ты рассказываешь сереже хочется тебя пожалеть но ты мужчина ты должен терпеть понимать что что бывает что такое бывает слоя Cincин во всех расистed общая единство чем-то агентарная на самом деле тоже есть pacche с дискnehmen вөз 120 верам ну ну ты49 е Eğer corre хвостов чем тебе будет марк Giper понимание потому что 7 и 7 поводок сильно обрезает клев не знаю почему не дается короче на 7 и 7 прям плохо идет а вот 5 и 4 самое она ставил 2 и 1 проверял но разницы между 2 и 1 и 5 4 я не почувствовал только ну геморроя больше почувствовал отлично красноперые до мечты их не отличаю не это плотва обычно 1137 начата с цветовой палитры на мониторе непонятно то ли у нее красные по выпаду плавнички это ли золотистые но вес хороший почти трофей у нас примерно такая же погода как на я очень надеюсь что на следующих ходных будет все таки минус 2 или там 0 как прогноз погоды пишут я в принципе уже я принципе уже снарядил свои удилища 2 спиннинга с собой возьму 1 мне 2 жене короче будем будем искать водоем где нету льда но если здесь не получится если получится хотя там вообще единственное место где где чисто теоретически может быть вода такая с хорошими сечениями но что-то мне подсказывает что нет что нет что я просто прокатаю с собой удочки просто как обычно я попускаю слюну на лед я не пойду принципе у меня на даче бур есть и топор есть но мне на лед не пойду не хочу не какую-то кольцо хорошими освободят поддельно я не покупаю я не знаю там без какого окна нет я не п 44 червела чего-то помню как сочетается а вот это не полу это не полагать половая конечно до ягода но все же это допустили как новый кольцо может снимать золотистые но это есть все это не полагает Nina и в самом деле пусть нет поддельно вот с такой вот упоминь и своей фирмой ну вот наверное да я и в принципе уже не использую по водоему по речушкам разгонять и там где обычно нету никого ну то есть где обычно нету рыбы она вдруг появляется это прекрасно я надеюсь что в этом году будет тоже самое но единственное меня напрягает то что ну то что как обычно не арестовый запрет будет особо не половить поэтому придется сидеть на поплавочке пойдет сидеть на фидерах после донца куда по я не знаю муж лягушку половина на комаре и не знаю сейчас подумаем куда пойдем это хочется такое разно разнообразие вот хочется можно кори тоже века не пройдемся чем черт не шпутит просто идти на кори например или на ладожское озеро форель на зерну это ловить не хочу сейчас придумаем сейчас придумаем чинить с процессе пока ловим селедку эти придумали так а что-то она в этом в полдень то закончилась что ли алло сколько у меня ее уже кстати и просто до жопы так но пока самая крупная 585 три биржа вот одна красноперая заходила на 379 и все что тут окушок плотва одуст два изя нормально короче селедка идет нормально гутараньку искать да нет сейчас подожди сейчас я вот этот по сути второй день до сижу и у меня клев отключится потому что потому что водоем я уже замучил сегодня мне кажется этот я боюсь что это место сейчас отключится у меня надежда что все-таки даст мне второй час здесь половить не будет как со строгом а кстати можем на строг пойти по помучить кран хотя там сегодня утром был если проснулся заскочил на строг на полчасика щуку подергал описал в телегу в принципе там что-то 400 что ли твое 400 300 чем-то 340 серебра но это вместе с кафешкой там было два заказа по 2 и один заказ на 12 но вот когда висит заказ на 12 то есть вероятность того что это на 12 клюнет но правда в моем случае вряд ли потому что у меня джерков нет и удилища соответственно обычная ради одной щуки брать джерк не хочу не хочу на коре тоже запрет не понял винта ты чё не спишь у тебя сколько время у 11 по 12 пол 13 пол 14 пол 15 у тебя пол третьего ночи ты чё не спишь так есть есть блин соточка незачетная соточка так 48 хвостов к тем временем совсем совсем немного да могло бы быть и больше да ладно я шучу это нормально прям 48 для этого местечка я вообще думал что я сегодня здесь похожу и просто пустой уйду потому что я когда перебирался в эти здесь я я устал реально перебирать как-то было не очень толку подуст какой-то зайдет левый то окунь солнечный и все и тишина допустим три проводки пустые а тут 1 1 и селедка пошла думаю вот это я нашел вот это прикольное местечко вот это мы его попробуем разловить ну не узнаете пока разлавливается я уж сильно губы не раскатываю на трофейный экземпляр но но всегда есть одно но всегда есть шанс на то что что-то будет хорошо надо вообще вернуться уже картиночки начинает закрывать я думаю все я про лягушку про эту сраную думаю у меня там я с лягушкой на комаре я все думаю надо бы надо бы так впадло обычно это заходишь придумаешься какое-то другое занятие и начинаешь начинаешь в него упарываться вместо того чтобы это чисто чисто попробовать закрыть картинки учета впаду сегодня кстати если кто не знает на ладожском озере платку просто просто плотву таскают там по 150 штук трофейных мне кажется где-то на рр вики было но я ходил сегодня на ладогу отдавал катушку в ремонт и там весь чат засран трофейными экземплярами плотвы я сначала думал может тоже мне там посидеть потом дону в жопу на ладоге сидеть ловить трофейную плотву учет как-то вообще не очень да конечно можно циферки накрутить все в статистике ну потом я не знаю писька и мериться с кем-то вопрос только зачем смысла нет вот поэтому я подзабил на это поэтому я остановился на селедке если на плойку кстати на выходных взял киберпанк наверно на следующих выходах играть вот такие вот это острые или селедки и вот напрягают не внутри это селедки их вот это все так что-то какой-то обеденный обеденная пауза в клеве это что такое так должно быть надо надо в бубен постучать ему бубен постучим сразу клев возобновится сейчас увидите сейчас я проводку доделаю да иди сюда иди сюда идея это солнечный так ну-ка бубен 123 грамм и кстати неплохой ну-ка бубен где он у нас в инструментах берем в руки все готово можно дальше ловить сейчас попрет хотите верьте хотите нет учусь я бро херт пишет какой-то какая скорость в чат тут пять человек сидит кому ты пишешь кстати это кто-то из наших кто это из нас это аким какая скорость 15 ну на давайте у меня 15 скорость но блин у меня как катушка тысячник ты думаешь что кроме нас двоих оставшиеся три игрока здесь тоже что-то ловят целенаправленно тоже селедку ловит мне кажется они просто тут сидят возможно на фидорах возможно тут где-то кстати судак возможно здесь судака и ловит пацаны потому что если здесь бирж идет вот прям по направлению кончика билища значит там где-то судак есть потому что я когда сюда сегодня пришел эту пацаны будут как раз вдвоем обсуждали по поводу того что самый крупный пока был там 7 с половиной килограмм судачина я так сразу подумал что вот эти вот несчастные пять человек которые здесь сидят но тогда там было может четыре тоже может семьи не помню не суть видимо они тут сидят не просто так ну я пришел за селедкой но видимо здесь судачок тоже есть кстати можно будет как-нибудь проверить ну попозже не сейчас конечно хотя вот здесь я видим ловили где-то даже пост был на эрерке так сколько 19 до хвостов я забрал за первую половину дня вечером здесь клев конечно активизируется то есть повторяется в принципе та история которая была в предыдущие игровые сутки примерно где-то с часу до пяти вечера была вообще глухом и и сейчас то же самое я даже я даже хотел отсюда уйти сразу но потом решил перетерпеть и подождать подумал что надо проверить еще и вечерний клев а вечерний прям нормально но тут вплоть до десяти вечера клюнет сейчас будет плохо конечно из температуры сильно поднимется так есть контакт то это у нас она понятно пары добрые друзья 200 граммовые ну раз тут плотвиться на кило 100 заходит принципе здесь трофейную можно достать при желании сразу нападение это наверно тоже кто-то это кто-то из нецелевой рыбы видимо не пойму а нет смотрите наши 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 только незачетная ладно вся от 1 хвост уже на бомбили нормально этом где-то половина селедки это половинка хвостиков нужно ну а не половин 20 точно потом просто посчитаем и сделаем выводы будем и дальше фармить я примерно так же когда точку на солнечника нашел тоже сидел пару дней потом чисто принципиально его уже добил на четвертые наверное игровые сутки просто забрал трофеи все и забыл про солнечника не знаю почему мне его захотелось поймать кто-то кто-то на ютубе в комментарии к ролику про солнечного окуня там просто шортец был с координатами написал что типа игра говно где вы видели такого солнечного окуня и так далее парень видимо в youtube не очень и угол тоже не очень потому что если загуглить самый большой солнечный окунь он знаю пациентов на 30 больше чем тот который трофей я уж не помню порядок цифр там кому интересно можете загуглить но там реально здоровые экземпляры есть понятно что возможно это отклонение от природы но все равно все равно говорить о том что что-то не по-настоящему при этом даже даже не погуглив ну блин зачем зачем высирать такое не понимаю но бывает бывает мне кажется замучил уже донец сегодня что-то мне подсказывает что донец меня сейчас начнет отторгать интересно третьи сутки он ну третий сутки позволит посидеть или прям вообще обрубит обычно вот я не знаю у меня обычно после двух часов все заканчивается надо куда-то другое место идти но азарт азарт не отпускает кстати как-то незаметно уже половина 38 уровня у меня почти в качалась 6 9 лямов из 15 вы 6 вообще 15 лямов прикиньте до 39 просто жесть какая-то так есть то у нас там опачки пару пару 116 еще один зачет и копилочку еще один зачетик но полки и полки ложных не было больше один только полки ложки в принципе там 535 грамм это можно сказать была заявка на трофей но что-то пошло не так в какой-то момент игра решила что рано мне трофея здесь давать в общем надо вспомнить вечер да он мне вечер зашел это было вечернее время не утреннее что ким у тебя как успехи на точке на этой рыба есть рыба есть сейчас будет прикол если ты заберешь трофейную селедку вы просто прикол не я конечно порадую тебя очень сильно ой тюлька десятиграммовая малышка возьмем ее с собой пожалуй разнорыбиться ну мне пока что-то кроме плотвы ну и тюльки чет никто вроде не они один солнечный ладно вру так есть какая поклевка уверенная прям бомб это плотва похоже что она какая-то бойкая походила плотва ну-ка 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 давай 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 а нет смотрите не плотва хорош 435 грамм так это поменьше полки ложный но там уже тоже уже тоже будут хорошо хорошечно я бы даже сказал 435 грамм это прям это прям зачет я же говорю вечереет мне в вечер они начали заходить большие блин добавили бы кнопку про прокрутки ночного времени в ровку было бы вообще супер я что если тебе чуть-чуть не слышать я смотрелся он там просто каждый тыちрасту не слышал я читал давай он там так написал и удастся после того как выйдет на вот граданы да да очень сильно напишет то есть здесь тут не спешит я буду продолжать даже по-другому слабо я вообще-все не попадаю по уровню все утром я уже куда-то посмотрела здесь утром я тоже утром я не понял я буду делать до выхода каких-то он выжал и так что может вот это как ну-то и вот там во что-то это что утром я все равно пока я все равно кто-то зарядила всего часу я буду под��서 опять день 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 и все и ушел так отлично 60 грамм берем берем 60 грамм сейчас я чувствую мы дому чем возьмем трофей 56 56 хвостиков да я думаю мы останемся здесь с вами на следующие игровые сутки как раз посмотрим как донец меня воспримет уже на третий игровые сутки здесь помучаем селедку звучит отвратительно но это факт и кстати со скоростью проводки здесь играл сыгрался ну для моей катушки optimal пятнашка нет тут нужен мультик а что такое они не идет не идет гора к магомеду так солнечник их 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 солнечник не нужен ты мне как раз то что у вас когда это едет по суровам в следующей дне кассир на гипнозе и будет а не сжигал и кассир на перри аккуратной мультик сказал ну можно ли что там позади какElite а или какая-то �а я там и пошла И огрузку поставить такую, чтобы она не по дну волочилась, а в толще Потому что, вот я так смотрю Блин, а как раз вот 26,4 Здесь она как раз ближе к поверхности, наверное, плавает Да, надо без остановок проводить Потому что с остановкой она на дно падает А, здесь тоже что-то шляпка какая-то клюнула маленькая 57 грамм Так, ну в этот вечер 435 грамм пока максимальная Но пока лидирует 500 плюс Не долетает Так купи огруженный крючок потяжелее, в чем проблема Ты купи его в пределах теста своего И все Не, конечно, если дьютиком кидать 5 грамм, естественно, он не полетит никуда В чем проблема? Взять верхнюю границу теста и попробовать покидать Что-то, ты что-то недоговариваешь таким, что-то недоговариваешь 7,5 уже размер не тот Там, смотри, ты когда в магазин заходишь, там разная громовка с разным размером крючка И можно подобрать В принципе, вот берш, кстати, зачетный Что ты думаешь? Нету, что ли, средних 10? Нету? Странно Ну, значит, мне так повезло Хотя, хотя, хотя Хотя я интегры даже кидал Подожди, у меня интегра Верхний тест 17 Я находился, я груженный крючок и бросал интегры Хотя, нет, интегры я бросал на ладоге На ладоге большой один у меня был Так, есть какой-то большой экземплярчик С небольшим треском И сопротивляется Как-то это у нас интересно Прям Предельно любопытно стало Так, так, стоп, стоп, стоп Вот, давай ты, вот, ты вылази из воды-то, лево Я хочу взглянуть, кто-то Головой, что ли? Ага, я понял Однако Однако, здравствуйте Жерех на 1.1 Жерех первый, кстати Жереха еще не было У меня 8 на 5 грамм Смотри, здесь средний 6 В принципе, работает Я на средний 6 ловил этого Солнечника Средний 6, средний 8 А средний 10, это вообще маленький Ну, то есть он считается прям сильно маленький Здесь много Вишни рыбы клюет на такой маленький крючок Ну, по крайней мере, так говорят знатоки Вот Смысл Вот сейчас не понял, что значит Есть ли смысл громовка 1 Не, я про то, что здесь Маленькие крючочки На маленькие ротики Потому что рыба здесь мелкая Я про это Так и есть Вот здесь, кстати, с этой стороны Красноперка нормально идет Но вместо нее А нет, смотрите, есть Кстати, можно сказать, что Можно попробовать и на поплавок Здесь красноперку закрыть Но я не буду пока делать такие выводы Пока сам не проверю Сейчас мы пока Разберемся с селедкой Я понимаю, почему такое Ну, значит, мы друг друга поняли Дальше мы друг друга поняли И нормальное место Нормальное Прямо Селедочное место Прямо целенаправленно Можно здесь посидеть Селедочку Подзакрывать Ну, для тех, кто Любит закрывать Всякие Приколюхи Типа А она вообще есть здесь Да, нет Тюлька есть А, вот она есть Селедка В картинках А то я подумал Мало ли, может, я тут сижу А картинок нет Было бы обидно Но я тебе говорю Что там вплоть до большого Четыре граммовка Пять Все, я понял Я понял, о чем-то А что у тебя лайтового нет Никакого спиннинга Эмэлька какая-нибудь Не элька, а эмэлька Хотя не эмэлька Это медиум лайт Не подойдет Ничего не летит Должна лететь Наш Виша наш Схватывает Не у того берега Она схватывает Где-то в середине Либо ближе к Берегу Поэтому Сильно 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 Забрасывать-то И не надо Такая темень Блин, мне надо Что-то с гаммой сделать Над гамму настроить Вообще темнота Только палку видно Но зато атмосферно Причем у меня На мониторе видно Ну плюс-минус Да, что-то происходит Ну и то тоже херово Сейчас ночь настанет Вообще будет просто жопа А настремию Хотя я гамму подтягивал Для ханта Для хан шоу даун Все равно темнота Ну ладно Не суть Сейчас все-таки Я буду пробовать Джиг здесь делать Так, иди сюда 370 И я не оставлю попыток Так, у меня что-то стрим Подвисал опять А, ну правильно Время 11 Все стабильно Короче У моего провайдера Все стабильно Более чем И он постоянно В одно и то же время Мне делает это Пойду я, наверное, тарань искать Давай Давай Может найдешь Почему именно тарань В чем сакральный смысл Именно тараньки Или ты просто себе цель Такую поставил Все девайсы Разрядились Ай-яй-яй О, хорош Кто это у нас там Так взялся Кто это взялся Ммм Неудивительно Келошный На маленькая и дорогая Я пожалуй Пока останусь На селедке Будем Будем мучить Дальше Сельдь Сельдь Черноморская Прекрасная Цель На маленькой Чертной Попро пью Ты Кремль Я Кремль Ммм Я Попро пью И Дальше непонятно тем временем 64 хвоста уже набомбили хорошее местечко там очень хорошее я вот думаю джиг брать уже пора или до 12 пока попробовать попроводить в надежде что что-то еще может клюнуть просто надо резинки перебирать будет конечно профита больше если я подберу ту резиночку которая ночью здесь будет работать так получится что я и днем нормально и ночью нормально но это сложновато конечно да наверное пора сейчас последнюю проводку сделаю пустую как раз вот эту не следующую а эту и все кого ловишь здорово давайте апачус буду называть селедку селедку ловлю неплохо причем неплохое местечко для того чтобы селедку ловить но правда ночь уже наступила поэтому сейчас я никого не ловлю сейчас я просто джигом буду прокидывать что за селедка 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 черноморская вот она вот она родимая селедка черноморская на донце пока вот две крупные штучки 585 435 прям чуть-чуть не хватило так давайте джигом ночью мы тут побалуемся все таки это мне подсказывает что можем что-нибудь интересное взять я думал окуня не окуня солнечного я закрыл я здесь его долго ловил мягко говоря а сегодня видишь ходил искал нашел местечко и вот я его теперь облавливаю назовем так собственными изысканиями потому что донец обычно на rr 4 никто не выкладывает никаких точек а катушка морская она в ремонте сейчас находится поэтому я решил что это я давно на донец не ходил вот как раз после солнечного окуня я там и не был прошел наверное месяц уже поэтому я решил что нужно что-то найти нужно что-то найти была у меня попытка конечно чехонь поймать на поплавочку но раза три я ходил и что-то как-то устал устал ходить поэтому сейчас вот поставил себе такую маленькую маленькую цель посмотрим сейчас может сейчас быстренько кстати она сдастся получается третий игровые сутки сейчас пойдут проверим так а что я слева то не кидал сейчас мы еще слева покидаем посмотрим так ну это резинка такая себе никто не хочет цепляться за нее так выматываем тататарататам давайте начнем с самой яркой с девятки сейчас мы туда влево куда-нибудь бросим потом вправо бросим ну что я туда не кидал ни разу и просто интересно на судака где сидят все-таки здесь они сидят или нет вообще один игрок один я стою на этой точке никого здесь нет хотя было пять человек сначала да не наверное на джиг ничего не будет ночью просто кидать в пустую выкину тоже чуть неохота я лучше подбираю что-нибудь на ночной клев потому что мне что-то подсказывает что я сюда приду снова а так с подбором конечно поинтереснее играть чем-то на водке тут точно есть бирж 4 хвоста биржа было вопрос на что он может сесть может попробовать кстати черный поролон может быть как на где же где же где же на суре да может он как на суре предпочитает черную поролонку все-таки сейчас мы кстати это тоже проверим только вот вопрос у меня осталось черная поролонка или нет или я их на море все сточил надо вообще купить уже начать крафтить ну а черной поролонки то и нету ту 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 так ладно восьмерочку кинем посмотрим как восьмерка будет что-то или нету поскольку там клев начинается где-то в пол пятого до у нас первая селедка начал заходить поэтому есть еще время проверить я думаю еще по пару троечку приманок надо вообще запретить рэр вики чтобы все искали сами это было бы здорово не ну понятно что это тупая идея это просто шутка кто сейчас подумает что совсем что ли на старости лет поехала крыша так это резинка тоже того не айс вообще никто не хочет хотя кто кто ночью кто ночью будет заходить судак если только ночной чисто теоретически и почему интересно твич вот последние четыре сообщения сообщения от патча он почему-то их выделил как знакомый участник чата это они видимо считают что человек который стримит у него видимо пустая голова он не помнит тех людей которые приходят хотя наверное это полезно когда у тебя там три тысячи зрителей тысячи зрителей всех не запомнить конечно но у нас с такой проблемой нету поэтому поэтому мы помним всех очень странно из трех человек не запомнить одного до бирж может будем честными кто такой давай будем честны давай в смысле ночью шляпа ты имеешь или ты что-то другое честное хочешь выдаст блин вы что смотрит стримы на фоне да 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 я знаю я сам так на фоне смотрю сейчас да что ты мне рассказываешь как будто я я все это прекрасно все я знаю все нюансы я же вообще про другое говорил я говорил про то что почему-то твич почему-то решил выделить сообщение человека надо вообще это отключить я думаю но это видимо для модераторов больше приколюха я так полагаю да это резинка тоже не алло не алло паралончик сейчас покидаю посмотрим что с паралончиком будет так сначала магод черный полетит потому что потому что потому почему чуть правее попробую так вдоль провести по что уже буквально и и и и и и и и то, что 64 хвоста, которые в садке, они, я не знаю, даже 200 серыми не дадут. Это будет прям совсем, совсем гроши. Я сомневаюсь, что даже 150 получится сделать. Но мы здесь не ради денег сегодня. О, есть на черный магод кто-то зашел. Это кто это? Здравствуйте. В полтретьего ночи это что за рандомная поклевка была? Да ты что ты говоришь, Ракрыч, 58 грамм. Неплохо, неплохо. Хорошая попытка. Нормально. Короче, Раки тащатся от черных магодов, пацаны, я точно теперь знаю. Какой-то скучающий Рак, видимо. Удивительно, да? Я даже сам удивился. Да он нифига только закинул. У нас тут разведка, откуда здесь Рак взялся. Он случайно, видимо, зацепился. Он увидел, что-то мимо него плывет. Лишней своей цапнул. И тут получилась небольшая оказия. Да, бывает, конечно. Бывают неудачи. Ну, я его все в карман положил. Я его не буду выбрасывать. Рак все-таки. Куда же без него? Да, ночью прям вообще глухо. Ты хотя бы этот Рак чуть-чуть юморка добавил в нашу ночную вот эту бесцельную проводку. Давай, ночь, быстрее кончайся. Я хочу дальше селедку ловить. Нам нужно больше селедки. Больше селедки... Ты выглядишь как... Чего? Сеньор. Я где только понял, что сеньор. Так. Был бы здорово, если бы я еще понял шутку этого юмора. Но ладно. Пропустим. Да, черный магод тоже, короче. Тоже печалька. Давайте коричневый бросим. И, в принципе, можно будет веки обратно ставить и дальше селедку ловить. 加拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿 что я как-то заходил на вк play live или как он правильно называется там вообще духу там наверно один стример какой-то это и 3 стримы поэтому неудивительно что не удивительно что вот такие заходят комментарии ну то что он пишет и лук лайк то есть я на кого-то похож я похож на какого-то символа или сила и в этом в этом смысл данного сообщения на 2 платят за рж им интересен этот контент да ладно чем они платят эликсир чеками кристальчиками этим так все чё берем давайте выкрутим и берем наши замечательные веке начинает светать утро наступает посыпается мафия поехали может быть не там ну я труба смотрел труба вообще такая сложно несложно тупая какая-то там эти вот эликсирчики там дерьмовый интерфейс там они запускают какие-то ракеты занимаются каким-то говном там кит кристаллики что-то там должен фармить эти кристаллики зрители там тоже сидят какой-то хуй занимаются хотел сказать полное слово но но я теперь стараюсь не использовать ненормативную лексику на стримах мы практически это практически большой спорт ворвались проба слишком замудренная пацана наверно глючная понимаешь она еще и тому же глючная у меня знакомый один стример там пытался стримить только из-за того что там нет правил которые надо соблюдать ну который на целях на твиче только из-за этого но как-то ты знаешь сейчас я гляну что-то за уровень бурой минут досай ага слушать это турецкий какой-то чувак типа из турции ну по крайней мере у него на аккаунте написано что он из турции я видимо похож на турецкого этого на турецкого звезду голливудского или как у них правильно называется надо будет потом кстати загуглить кто такой цилал сингер как управлять считается а то мало ли может мне турецкий надо выучить и на турецкую платформу стримить там просто будут будут бросать меня трусики и мужчины и женщины я буду буду притворяться их кумиром ну давай продолжим лучше про тропы сочет меня понесло куда-то в другую сторону трава говно не побоюсь этого слова прям реально я я тоже сидел смотрел что-то чё почем меня там даже аккаунт создан арабский шейф не 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 турецкий шейф а дай-ка я подожди дай-ка я блядь загуглю я же могу выделить это сообщение просто интересно может кто это такое сейчас там какой-нибудь трэш попадется я специально на стриме это просто дед какой-то написал что похож на деда русский дед с бородой такой пухлый причем прикол турецкий геолог тектонист историк геологии профессор геолог инженерного факультета стамбульского технического университета иностранный член ран прикол все вот мы узнали какой-то турецкий турецкий юморист к нам зашел так я из-за него блин пропустил возможно эти ветри рыбины но если если погуглите тот такой дедушка прикольно у плащеки если на него похож что прикольно вот красавчик ну дедушка имеют обожаю комьюнити твича просто за это за это говно юмористы он причем просто зашел в бросил кутка количи ушел дальше видимо выбрасывать ладно мы встретимся с ним еще в турции он думает я его не найду так а получается все да на 3 игровые сутки водоем сдох ну судя потому что я что-то вторую проводку вообще пустую провожу и все на этом все похоже на то странно причем 6 утра и погода тоже нормальная не сильно жарко и вроде не сильно ветрено что что пошло не так видимо все . подсдохла сегодня видимо я слишком долго здесь сижу надо куда-то надо куда-то мотать дальше а куда дальше мотать пока я не придумал куда дальше мотать я вообще был нацелен тут прям по полной изловиться они вот так вот половине что они вот есть рыбочка все вернулась рыба по чуть позже пол седьмого обалдеть хотя бы до 100 до 100 хвостов то я добью интересно сегодня волк кстати говоря 199 грамм почти 200 чуть чуть не доросла 200 граммовая это хорошо это хороший вес чё у тебя как успехи с этой кого-то искал тюльку не тюльку эту короче маленькую рыбку нашел ты тараньку все перебрал короче тюльку тарань сайру надо было еще сказать да есть еще 238 пошли крупные все короче ожило сейчас мы трофей с вами закроем здесь я прям уверен сейчас будет трофей что-то мне подсказать 1 плотва у меня тоже встречается что плотвы видимо дофига до сегодня на данце ну не сегодня вообще в этом в этом кд и за как и как это назвать когда точки меняются эпохи короче интенсивность конечно здесь такая себя но другого ожидать был бы странно а я придумал куда мы пойдем мы потом пойдем на волхов если время останется поджигуем там на ямке возле железнодорожных путей прям рядом с железнодорожными путями попробуем посмотреть что там есть вообще может там судачок зайдет чем черт не шутит так еще одна селедка 106 нормально селедка продолжает радовать 68 хвостов селедки просто до жопы можно можно консервы скрывать я никому не скажу эту точку все это будет моей точкой пока я не буду еще отсюда трофей как только я трофей вытащу тогда тогда обязательно расскажу ладно блин или грамме заполз сделаю так быть так пользуйтесь пользуйтесь на здоровье внешний жалко так камон есть 147 неплохо минусе она мне сегодня трофей не даст конечно это будет очень печально придется сюда опять возвращаться мне не хочется часто возвращаться на одно и то же место тем более на данце я как вспомню соку ним сколько мне пришлось сидеть солнечником здесь хочется как-то побыстрее может игра соизволит никто не приходил а смотрите четыре человечка пришло под утро видимо кто-то на ночь куда-то уходил на лещей может кто-то уходил или на угоря такое что же возможно так этот игровой день обещает быть прям жарким отсюда потому что в 750 уже 16 градусов тепла я думаю где-то с 12 до 2 опять будет пустошь опять ничего клевать не будет если не до 3 может даже это 4 можно будет пробовать конечно на высокой скорости червяка этого несчастного проводить надежде что рыбка греется на солнце поднимается в верхнюю часть но это так уже из моих измышлений назовем так изыскания изыскания рыбака я кстати в этом назовем так реальным рыболовном сезоне буду ловить на огруженные крючки с чебурашками ну как они соседники его не огруженные осетники если осетников заказал достаточное количество потому что джиг головки мне уже просто поперек горло стоят их постоянно надо менять буражками очень удобно ну и в принципе осетники выполняют роль не зацепляя кто же тоже короче по кайфу поэтому я в этом сезоне попробую что такое распробую ну я знаю что с этим чем просто хочется прям на них целенаправленно половить тем более есть места куда я обязательно поеду весной летом и они такие прям коряжистые м самое место для для не зацепляя для осетников надо будет распробовать это дело накупил себе резины у просто закачаетесь мне кажется за сезон я ее не потрачу так это впрок останется мне кажется на прошлом стриме говорил что я повелся на акцию и заказал себе много резиновых приманочек всяких разных и твистеров и виброхвостов чё только не набрал как нибудь и как-нибудь вам сфоткаю просто в телегу выложу чтобы посмотрели масштаб бедствия который мне предстоит в этом рыболовном сезоне назовем так в летнем рыболовном сезоне потому что рыболовный сезон то бесконечный для настоящих рыбаков прям таких которые зимой и летом одним цветом вот у меня рыболовный сезон только называется весна осень хотя зимой его тоже выбрался на москва реку покидал зря кстати выбирался еще сильнее захотелось сегодня если бы было было не минус 10 а например минус 2 или 0 я бы сегодня опять поперся по на самом деле на пару часиков но уже в другое место уже в другое место потому что там где я был получается когда на прошлой неделе там чуть мелковато как-то очень мелковато и очень много камней камней то и мусор какой-то там на дне лежит постоянные зацепы у меня сжиг головки краска сошла таким тем был были разноцветные одна желтенькая вторая такая в красноту ну больше оранжевый наверно цвет чем красный я получается за полтора часа просто об эти булыжники всю краску чесал это что там на дне вообще 4 наклев выключился ли у меня всего лишь 70 постов не надо 100 есть 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 так незачетная берем сколько там у меня уже селедки селедки наверно просто до жопы диана до достаточное количество ну короче нормальное место прям трофейное место сейчас мы вопрос удачи сегодня на нашей стороне или нет вопрос лишь в этом место нашли осталось теперь вытащить то что то что положено то что положено настоящему искателю хотя может просто кто-то потом придется до рандомно и и заберет мою трофейную селедку обычно так бывает кому-то пинагор зашел на ультралайт блин как они на ультики ловят в море вопрос просто джигом что ли с берега а кстати неплохой такой лайфхак да ты приходишь с ультралайтом на море становишься ну там где ты знаешь опять же попадаешь в рекорды недели все ничего воскресенье до рекорды недели обновляются получается завтра ты попадаешь в недельки побеждаешь в недельках получаешь 350 серебра 350 вроде вообще гениально но вопрос только в том сможешь ли ты что-то поймать хоть хорошая идея прям вообще очень хорошая идея я думаю многие этим пользуются так что-то пусто что-то пусто пока если вот так посмотреть рекорды уэл недельные например пинагор тот же самый же здесь есть наверно или его здесь нету а его нету значит это не работает да то есть это просто хотя нет вот смотрите сайра где-то было сайра атлантическое норвежское море кто-то на блесну взял пойдем что ли реально покидаем мультик на медное море кинтира на рандом оческая заходит попадаешь в недельки сразу вот это конечно рову 25 сейчас как раз здесь закончим можно пойти чисто ради прикола проверить бершик ладно возьмем бирж берем все чтобы понять интенсивность клёва которая здесь происходит чтобы потом что потом была какая-то статистика но я нацелен сегодня кстати на трофейный все-таки экземпляр чик что-то мне подсказывает что шансы есть они конечно близки к нулю но все-таки шансы есть . свеженькая никем еще не замарана он понятно понятно плотва несчастная что вот эти последние игровые два дня очень много плотвы ну по по меркам первого дня в первый день ты ее практически не было сейчас что-то ее до хера так 73 хвоста еще бы эти 73 хвоста серебра дали бы приличное количество вообще замечательно но увы и ах как и ах как говорится вы сами выбрали себе свой путь но уже чувствуется что интенсивность падает то есть она не такая конечно как в первый день на 3 прям вообще ужасно биржа опять зашел 290 я буду громко смеяться если здесь трофейный бирж зайдет это будет прям вообще рофу ловить ловить селедку и поймать что тут вот ладно не обязательно трофейный бирж любое абсолютно любое создание если будет трофейная кроме селедки это будет просто фейл лучше пусть никакой трофей не будет чем оба какой залет хотя ладно я залетному тоже буду рад так сидел подумал то ну блин наговорил-то наговорил так это прям малышка была 49 грамм я что-то быстро щелкнул я думаю в следующий раз если я на данце на чем-нибудь заморочить то это скорее всего будет красноперка на не дает мне покоя тоже красноперка или чехонь или чехонь как ее называют 63 грамм я думаю эти две рыбки будут следующими ну это по относительно донца не обязательно что это будет следом возможно это будет через какое-то время да нет же тоже должен отдохнуть и все же ему мучиться так есть селедка 77 мелочь пошла какая-то ужасная ужасная мелочь 77 из 150 половины половина садка забили кстати всякой мелочугой несчастный интересно у меня завтра ноги будут болеть после 13 километров мне кажется они уже начинают чуть-чуть крипатура начинает появляться небольшая но это здорово это хорошо значит сегодня значит батя сегодня хорошо потренировался на то совсем захерел ну завтра будет понятно худшим насколько хорошо на белье насколько плохо так на часах полдень клев выключился самое самое время просто заниматься чем-то своими делами какими-то потому что до трех часов я думаю вряд ли что-то еще клюнет так а сколько у меня там катушка будет еще ремонтироваться то моя несчастная а все что ли получается все мастерской готова не 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 завтра а послезавтра а да точно точно завтра ничего не будет болеть то что я все забывают все время забываю что где-то через два денечка у меня начинается ты прав а более чем и главное главное чтобы это было не разовая акция система это самое сложное что в этом есть завтра будет просто немного неудобно садиться видимо если я чуть-чуть продолжил твое сообщение завтра будет просто неудобно садится завтра вечером то побегать попрыгать назовем это так так ну что давай уже это вернись клев пожалуйста вернись вы может стать на море пойдет на восьмидесятую банку если у меня катушка починилась то самое ну и чуть-чуть донца чуть-чуть морца что бы нет я думаю еще часика полтора позадротничаем в рыбалочку 40 грамм 40 грамм я конечно тупанул до сих пор жалею что я ультралайт взял с бонусом к воблером блядским ловлю воблером в спинках ловлю вот как можно было взять ультралайт с бонусом к ловлю воблером это блин мы не посмотрел точнее у меня была идея на воблер и ловить на маленькие на кренки но игра не благоволит на самом деле ловить на маленькие кренки она заставляет нас делать немножко все по-другому не то что ты хочешь а то что ты себя там сам придумал это сугубо твои проблемы как есть 206 грамм приходится ловить вот как вы видите на вайке я думаю селедка вряд ли на воблеры бы клевала правильно она же не совсем шизанутая хотя мне кто-то я помню я джиговал где-то то ли на комаре кто же не зашел на джиг там просто ешь что ли трофеями причем на огромный маг отстал крючок еще такой стоял чем ешь трофейный был дикий дикий ерш 100 100 хвостов хочу добить я не уйду отсюда пока 100 хвостиков не будет дай мне да нет 100 хвостов пожалуйста дудет северский дудет все-таки красивая локация блять еще бы движок был бы другой они unity этот сраный мне кажется тощик красота было мне кажется разрабам надо что-то делать надо надо unreal engine распаковывать дорого правда дорого и бессмысленно тогда придется прорисовывать под водой рыбку которая плавает которая не спамится возле твоей приманочки которая прям плывет косячками люди будут покупать бинокли и поляризационные очки в игре чтобы видеть рыбку под водой так мы все обед пора пора обеденное время пора клевать уже есть я так и думал опыт опыт никуда не денешься опять селе . хорошая 107 чуть до зачетной не хватило прямо чуточек точек на точке как было четыре игрока так и осталось пока никто не спалил эту точку ну пока трофея не было если тут трофеи будут стрелять то это больше быстро спалится как как-то трофея один хвост только был близок пока что не знаю сколько мне пришлось солнечников штук 500 выловить чтобы трофея достать это было тоже то еще занятия так есть тот зачетный уже до 127 этот уже этот уже похож на взрослого да сейчас пойдем на море на 80 банки папильки ру им может опять чуть большой муж меч опять клюнет чем черт и шутит или морской черт раз уж мы его упомянули но я ее добью я просто так не оставлю это это дерьмо я ее все-таки поймаю трофейную хочет она этого или нет надо будет еще на щуку походить на строге пока она есть сонной лощине там конечно интенсивность клево такая странная если честно прям очень странная сегодня я сегодня по кругу просто бегал и в разные точки бросал с разных точек по 3-4 хвоста отдавала и все и . выключалась там бежишь за соседние кусты тоже три-четыре хвоста и выключается они может щуку настроили как что она постоянно перемещается странно очень как-то я помню на одной точке сидел 2278 что ли она была тоже на строге и прям кидал в одну точку там постоянно была щука а что-то в этот раз как-то приходится бегать так сказать шевелить своими булками для того чтобы что-то поймать вся шесть грамм он вам и что-то похож на нюанс из этих талантского и выключарной дайте нет что у меня столько тайтлов не пройдено думаешь гташку поиграть спустя спустя столько столько лет после ее релиз пройти gta это наверное было бы здорово есть прямо у берега она не прямо берега это солнечник а то то 84 грамма а то то все-таки классно вода сделан ты достал сразу раз волны пошли в разные стороны блин здорово я накопил на самый дешевый ультрек блин да да хер ты его купил и чуть обошлось сколько ты денег сейчас потратил где кажется ты сейчас сделал самую бессмысленную покупку просто своей жизни в этой игре это очень важно бесполезная покупка так чисто песенков потаскать либо устроить себе челлендж например около 350 а ну 350 не жалко 350 не жалко тоже решил селедку что ли упороться мне кажется тут тоже не очень как есть есть сто семьдесят один блин эти дайте трофей сколько трофей 600 700 грамм сколько трофей так сельдь 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 конечно это не не даст мне понимание сколько она трофейная а 500 грамм джи как 500 грамм подождите подождите а как так у меня пятьсот восемьдесят пять а почему они в рекордах не понял недельные мах что ли рекордные ничего не в рекордах делают 500 грамм 571 сельдь черноморская я тоже я еще раз не понимаю сельдь черноморская у меня 532 а почему я не в недельках что происходит что за бред это уэл были рекорды недельные а это донки точно не понимаю просто недельные понятно короче не уважают спиннингистов какие не понимаю чё за херня у меня 532 а какая она трофейная сколько сколько она весит трофейная я просто не понимаю ну то есть ультралайт у меня ультралайт почему я не попал в рекорды недели 532 какая разница какая разница как ультралайт донки не донки чё за хрень и что-то мне подсказывает что меня где-то обманули сколько она трофейная может сломалась я не в курсе надо будет это погуглить за мне кажется мне кто-то обманул 50 а на тогда тогда все равно странно что в недельке не попал какая разница дон тонка уэл или не тонКоу маху и взрослешь на спиннинг в руках и разницы спиннинг ультралайт все раздел то называется рекорды уэл о кстати тут какой-то кабанчик клюнул причем неплохой но неужели но это точно не селедка потому что селедка так не будет биться это наверно опять плотвиться причем на 16 деление так вот это уже интересно кто же там только кто кто кто-то куда вы давали в этом ясно ясно опять второй жерех попался этот шороху навел я думаю я с лодки на лайк попробую попробую только мотор не забудь выключить потому что мы ты мотором шоссе распугаешь хорошо что здесь нет мультиплеера потому что ты бы сейчас приплыла на лодке всю рыбу не распугал было бы неприятно так ну чё добиваем этот день и на море я думаю самое самое то сидеть помучить селедку а потом на море пойти мне кажется просто просто гениальное решение что-то мне подсказывает что 100 хвостов я не сделаю вряд ли 14 хвостиков до 22 какое моря куда пойдем на море хотя бы можно большую рыбину попробовать на 80 половить там и с деньжатами может быть получше просто мне сейчас надо все равно копить на катушку нормальную так или иначе чем дольше я буду это откладывать тем дольше я буду копить понимаешь а так хотя бы я буду заскакивать на море но если будет если будет прокать конечно сама а подожди мы же хотели на волхов пойти мы же хотели пойти на волхов судака половить если он там есть конечно не знаю я сейчас подумаю сейчас мы тут доловим мне что-то на море хочется у меня катушка починена там правда шпуле но пять процентов убита уж пули я менять не стал потому что по деньгам что очень дорого выходила а все остальное поменял смазку поменял механизм починил красноперка кстати 271 нормальная то есть катушка готова в принципе к приключениям новым морским приключениям есть да под вечер хорошо разошлось может и добью слушай соточку плохого Mercier дальше так иди гуляй самов иди ищи да нет а какой смысл в самах то какой вы прок у меня палки нет под сама то так чисто развлекаться мне кажется эти развлечения можно оставить но потом надо сначала морскую снасть до конца оснастить всего-то ничего надо 40 с чем-то тысяч так это возьмем для эксперимента всего-то 40000 серы надо еще намутить и все тогда плюс-минус я тогда с тайгой 2 2 с просто себя чуть поувереннее буду чувствовать потому что те 40 килограммовые кабаны да кто-то был 50 килограмм упал то что на ним так дают просраться конечно в этом плане не почему этот силовой мультипликатор например тайга станет на большую палку по идее кто-то мне кстати кто-то говорил ли где-то я читал кто-то мне рассказывал что в принципе на тайгу можно замандячить на сборку для сама ну это тоже не проверили информация я не знаю поэтому я не заморачивался этими сборками вообще не интересовался все что касается назовем так карп фишинга сом фишинга и так далее это точно не про меня а то что не положишь на пресс ники тут блин ну подожди но сегодня вот смотри сколько мы тут изловили тоже чередовать на часик там часик там но здесь правда два часика все получилось сегодня пропуска кадров много это очень это очень удручает что-то провайдер опять как говной какой-то занимается так 19 43 их не трои плане а я не понял видимо дать что ты имеешь ввиду ну ладно а в этом плане ну да да я вообще про катушку курина я ушел куда-то в сторону ничего себе кто пришел да ты почему не спишь привет мне кажется у тебя включен родительский контроль разве нет фильм 12 часов ночи мне стыдно перед твоими родителями вечера сблокали ты учиться начал хорошо наконец-то да все . сдохла короче на 88 хвосте . покинула чат больше селедки не будет сегодня но все равно разблочили так спать пора чуть 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 не спишь а есть смотрел фильм потом пришел к вам сейчас пахал и пойду да правильное решение что это красоту это что не поймут а это селедка это закат так бликуют да у нас тут собственно ничего особо интересного не происходит сидим таким он сидим ловим ловим маленькую рыбу так сказать подзарядка через давай через подзарядка на рабочую неделю длительную так а это наверное голова дай угадаю или дырих иди сюда нет смотрите-ка опять это паскуда 769 грамм я не знаю это как он смешал нет ну ну вот еще я не знаю как он ну просто я не знаю как он горел полыхал стул назовем это так как селедка 85 так остался получается где-то час игрового времени пока клев вообще не остановится на ночь поэтому я на выходных за выходные хант переиграл бы даже как в пятницу что ли играли субботу субботу вроде блин и вчера с ним играли когда не вчера я один играл пятницу получается тоже как-то не успешно надо записывать все на бумажке память память стала меня обманывать старый стол я стал слишком стар сегодня еще кое число 11 февраля обалдеть осталось чуточек потерпеть до весны совсем чуток старый стал старым старый стал очень старым да я тоже пожрал бы сейчас но надо жрать не буду чем-то это написала есть хотел я же типа зож теперь я теперь худею поэтому сейчас пойду просто попью водички на ночь и спать разок можно с этого начинается все понимаем это кажется что разок разок можно с это глухо а ты на лодке что ли сюда приплыл а я видимо всю селедку просто изловил поэтому поэтому и глухо я вылез я на том берегу вылез да все короче . померла для меня утрой суток тут стоять конечно короче трофея не было самый большой 535 грамм самая большая селедка с пойдем смотреть садок сейчас я закончу уже проводку эту несчастную пойдем получается на часик на море сгоняем посмотрим чё на море как дела там конечно сегодня мне кажется опасно на 80 банки будет ну конечно бирж отпускаем давайте глянем чего у нас получилось посадку какая там у тебя передатка медленная просто медленная мне кажется это самая медленная передатка которая есть в игре так чихонь белоглазка тарань плотва обыкновенная пять штуков ты крупные а а я меньше ничего сдать одна штука чихонько 1 было белоглазки не было тарань есть пойдем посмотрим чё по баблу 100 рублей есть 250 даже нифига себе тут самое дорогое а ну правильно смотрите 585 грамм селедка странно почему я почему я никуда не попал ни в какие недельки чисто селедка 57 хвостов 136 серебра нормально вернемся сюда в следующий раз так пойдем на ладожская заберем катушку нашу делаю ладожское озеро петербург сейчас скажу сейчас скажу у нас есть колокольчик и какого-то нового акульза или обшир 23 но не только короче то не только заглядеть не только 2-15 мы поговорим про снова как бы у нас есть смысл editor не все так видно что там если Soviet население есть которые там связаны с темными соединениями все так вот такие вот тем что у нас есть когда этот раз recapturing и вот так вот так вот просто так вот поэтому сейчас есть да вот шпули у меня 42 изношены так принципе все готово я думаю мы так и оставим